Добрый день дорогие друзья! Сегодня 24 декабря, акция в защиту героев и героев. Один из которых, полковник Квачков Владимир Васильевич, как вы знаете, уже который год по политическим мотивам содержится в заточении. Он и многие другие русские ребята пошли на эти жертвы не ради себя, а ради вас. Сегодня русский человек должен, даже если не в тюрьме, ощущать себя в неволе, потому что не по его воле творится социальная несправедливость, не по его воле разврат проповедуется, не по его воле идет вот это национальное смешение каких-то нелегальных мигрантов, которые не уважают ни обычаев, ни веры нашего народа. Поэтому сегодня мы консолидируем те силы, которые русский народ выделяет, может быть, по разным убеждениям. Но пришло время быть одной семьей, с разными убеждениями, но одной семьей. И это братство должно быть не только показываемо где-то на митингах, в горячих словах, оно должно вести вас дальше, вперед, к основной цели. Не нам сегодня нужно уже будущее, нашим детям, русским детям, русское государство. Вот наша цель. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а почему задержание или арест, как это назвать, ее продлили еще на несколько месяцев? Дело Владимира Васильевича засекречено. Дело в том, что если бы его открыли, то все бы увидели, что там ничего нет. Судебные органы продлили арест Владимира Васильевича именно поэтому. Потому что в том деле, которое силовики сегодня пытаются выдать за вооруженный мятеж, есть только убеждение человека, есть только его вера и есть только его желание помочь русскому народу. Ни о каком таком, так сказать, уголовном преследовании за это нет статьи и быть не может. Именно поэтому они закрыли дело и именно поэтому они содержат Владимира Васильевича под стражей. Хотя по предыдущему делу, по делу Чубайса, он уже, мы с вами помним, что был на подписке и не выезде, и никакой угрозы не представлял. Вот так вот. Друзья, соратники, господа, товарищи, граждане, начинаем митинг с целью выразить протест против ареста полковников Квачкова. Прошел год с момента ареста полковника. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я думаю, что уже очень много сказано и достаточно, чтобы можно было понять, что делать, и какая ситуация у нас сейчас в России, какое состояние сейчас народа, так в том числе и политическая ситуация в стране. Много, кто сказал уже людей наших лучших, в том числе сказала свое слово уже и церковь в лице Патриарха Тихона, Герополита Антония Храбаинского и других великих наших церковных деятелей, я имею в виду новомучеников, исповедников российских, которые своей кровью подтвердили свою верность народу, верность вере. Думаю, задача подобных мероприятий, которые мы сегодня присутствуем, это попытка еще раз и еще раз застучаться до сердец тех людей, кто еще находится под действием дурмана или находится в сне, или в той иллюзии, которая внушается через средства массовой информации, это поклонение ценностям, которые абсолютно чужды сути русского народа, поклонение пустым удовольствиям, ну и других разным ложным идеалам. Задача подобных митингов – это показать, что русский народ еще жив, потому что в его среде находятся люди, такие как Владимир Васильевич Квачков, в людях которых, наверное, являются проводниками или носителями идеи любви к ближнему, любви к народу, любви к вере, любви к России. И через таких людей мы показываем, что наш народ жив, что есть наши предыдущие люди, которые способны проявить свое мужество и быть чуждым всякого страха, когда есть реальная угроза свободе, угроза жизни. Это люди, которые показывают свою настоящую веру. И вот мы должны проснуться, проснуться, не стоять и ждать, что что-то само по себе проявится или что-то случится, ждать пустые ожидания каких-то пророчеств, потому что задача пророчества не в том, чтобы сидел человек, сидя и ожидал, пока что-то должно случиться. Задача пророчества – это, чтобы в человеке родилось упование. Но во многом зависит от нас, приблизится время исполнения пророчества или нет. Не же сидеть и прятать свою трусость в ложном смирении. Истинное смирение рождает в человеке упование, любовь и силу. Истинное смирение рождает в человеке простоту и мудрость. И вот в нас должна родиться мудрость, которая не допустит того, чтобы опять использовали русскую силу, русскую гнев и направить его по ложному пути, чтобы столкнуть опять русских друг с другом, как это было в 17-м году, в 93-м году. Столкнуть нас друг с другом, столкнуть силовыми структурами, сотрудниками силовых структур, потому что там тоже есть русские люди, которые также сочувствуют и переживают. Наша задача разбудить и в них веру и доверие к нам, что когда наступит момент, нам всем объединиться в один кулак и сделать то русское дело, к которому мы должны прийти. С Богом! Здравствуйте, братья и сестры! Спасибо вам, что вы сегодня пришли на наш митинг. Хотя выбор сегодня в Москве очень большой, собираются в разных местах люди, но вам от меня низкий поклон, что вы выбрали именно наш митинг. 22 декабря состоялось заседание суда, Мосгорсуда, по продлению Владимира Васильевича содержания под стражей до 23 марта следующего года. Владимир Васильевич сделал там заявление о том, что он считает, что преследование его является незаконным, потому что не учитывалась статья 1 УПК, которая говорит о том, что международные законы являются главенствующими по отношению к нашим Российской Федерации. и там не учитывались декларации прав человека, которая гласит и которую подписали Российской Федерации, вернее СССР, а Российская Федерация является ее преемницей. В реагуле декларации говорится, что если использованы все средства борьбы с тиранией, то народ имеет право на восстание. Так как эти статьи не учитывались, Владимир Васильевич заявил, что протестует против... протестует по поводу его преследования. В средствах массовых информаций заявляется, что он себя считает невиновным. Это не невиновность, это беззаконие, которое сейчас над ним творится. Ну, Владимир Васильевич сражается, выглядит он нормально, хорошо. Немножко поправился, потому что обездвиженность... Находится он еще с одним человеком, там камера невоимая, она очень маленького размера. Следующий процесс или заседание суда, я прошу, чтобы вы смотрели на наших сайтах, потому что они дают нам очень мало времени для того, чтобы объявить это людям, для того, чтобы не собирать людей в суда. Поэтому прошу вас следить за информацией в интернете, там она быстрее появится, и друг друга оповещать. Спасибо вам большое. Низкий вам еще раз поклон. Дорогие друзья, год назад схватили и увезли Владимира Васильевича Квачкова. Через день после того, как его оправдали по суду, по делу Чубайса. Но на этом дело Чубайса не закончилось, будет дело над Чубайсом. Все вы понимаете. Присоединяясь к тому, что сказала Надежда Михайловна, спасибо всем, кто сюда пришел. В ненастные дни иногда человек уже чувствует весну. И вот когда придет весна, тогда русский народ должен будет определиться, за кем он пойдет. Поэтому сегодня нельзя смешивать тьму со светом. Сегодня русский народ должен слышать тех, кто никогда не пойдет за рейтингами, никогда не будет выступать с теми, кому руку нельзя пожать, с друзьями Гайдара, с теми, кто продавал Россию и по новой хочет допродать все остальное. Русский человек должен услышать русскую речь не только разумом, не только своей надеждой, не только своим сердцем, но всем, что у него есть. Он должен чувствовать братство сегодня с теми, кто в застенках, с теми, кто вне Москвы, например, страдает по деревням, замерзает без электричества, без отопления, кто бьется на наших просторах. Россия это не только Москва. Россия это и ребята в Иркуте, бьющиеся на улицах, с населшими там нелегальными мигрантами. Россия это и Дальний Восток, Россия это даже за границами нынешней России есть русские люди, они там тоже томятся в неволе и ждут, когда же мы здесь наконец начнем действовать. От нас сегодня ждут не слов, потому что слова русские используют, как мы видим, разные там агенты государственных там департаментов Америки, внутри которых еще есть отдельный департамент, который подчиняется наверное Тель-Авиву, ну и там и так далее. Вы знаете эту матрешку нерусскую. Так вот, от нас ждут не слов, потому что слова используют против нас, правильные слова. От нас ждут в первую очередь поступков и личностей, которые будут осуществлять то, что необходимо нам. Причем не нам. Сегодня о себе надо забыть. Мы в сотый раз повторяем, что вспомни о русских детях. Сегодня детей, сирот и без вот беспризорных русских детей больше, чем после Отечественной войны. Больше, чем после любой катастрофы на нашей земле. Так про себя родного уже надо забыть, надо помнить про них и ради них каждую минуту свою искать братьев, действовать, потому что нам нужно только одно рождение русского государства. История повторяется в обратную сторону. В феврале 17-го года была бескровная революция февральская, вы помните, потом началась гражданская война. Сегодня началась гражданская война между теми, кто считает, что они хозяева России. Так пожелаем проиграть обоим сторонам в этой их гражданской войне и пожелаем выиграть русской нации, именно в этой войне, превратив ее в освобождение нашей нации, в освобождение нашего народа, в освобождение от этих десятилетних плутаний по пустыням. Вот что нам сегодня необходимо. Поэтому забудьте все их сладкие слова о том, что они льют в уши русского народа. Посмотрите только на тех, кто идет нужным путем русской нации. В первую очередь такой человек это Владимир Васильевич Квачков. Свободу Владимиру Васильевичу Квачкову нет незаконному закрытому судилищу. Свободу русской нации слава России слава России слава России и Великой Руси слава России и Великой Руси Соратники сегодня в годовщину ареста полковника Квачкова мы с вами должны вспомнить о тысячах русских людей томящихся в узилищах режима. мы скоро догоним какой-нибудь судан по количеству политзаключенных и основная масса их это русские люди. Режим уже мечется в агонии нарушая все мыслимые и немыслимые законы человечи божеские все прошли так называемые парламентские выборы где опять кучка самозванцев будет выражать наши с вами интересы интересы всей нации теперь нас прозывают идти на так называемые президентские выборы что тоже лажа всех кто более менее был меняем зачистили остается либо откровенные шакалы либо партия жуликов и воров и нас с вами призывают идти и выбрать то есть подтвердить что мы за этот режим до сегодня режим путина опаснее для россии чем гришка самозванец и это сегодня когда им нужно нашего голоса они такие пушистые белые и добрые ведрами льются обещания что и партии будут регистрировать и режим будет у нас мягкий и добрый вранье уже не скрывают что 8 миллионов новых мигрантов готовы заселить обезлюдившие просторы россии и вовсе не войска НАТО а это новая орда который усиленно укрепляется вот это опора режима и режим уже это не скрывает не только делами но и словами когда господь хочет наказать он лишает разума и видимо до конца и вовы путина вышиблен этот разум можете себе представить как себя поведет режим не дай бог если 4 марта все случится по их сценарию но нам с вами нечего терять нет у нас ни куршвелей ни огромных вкладов в забугорных банках остается только наша страна где больше нас нигде не ждут это у них по 8 граждан в кармане у нас только Россия которые пытаются у нас отнять истребив физически русских людей заменив нас ордами африканских азиатских мигрантов поэтому соратники призываю вас каждый из здесь стоящих буквально в ближайшие месяцы должен стать командиром пятерки а лучше десятки командиром отделения надеяться нам некого нынешний режим показал что мы русские не имеем даже национального государства которого отстаивало наши интересы нет у нас ничего иллюзии надо отбросить проблема русского народа в руках русских слава России здравствуйте соратники очень приятно видеть хоть и небольшое количество людей на этом митинге но это все-таки позитивно несмотря на то что сегодня проходят несколько митингов было важно то что собрался и этот митинг потому что несмотря на все протесты против власти нельзя забывать о тех политзаключенных которые находятся сейчас за решеткой находятся в неволе испытывают определенные тягости как физические так и моральные наш правозащитный комитет очень просит поддерживать не забывать ребят потому что все-таки это тоже часть нас часть нашего народа просьба большая просьба те кто хочет помочь болеть заключенным большая просьба вот так стоит коробочка сдавать туда кто сколько может на пожертвование все деньги пойдут на помощь Владимиру Клочкову и также остальным политзаключенным также я в том числе Он оказался в квартире нашего командира Владимира Васильевича Ковачкова, когда проходил обыск. И вот одному из сотрудников ФСБ, который там присутствовал, я задал такой вопрос. Вы знаете, что такое 357-я статья Уголовного кодекса? Он говорит, знаю. Это геноцид. Я говорю, а почему тогда вы здесь, а не около Кремля, возбуждая уголовное дело против тех, кто в нем сидит, по именно этой статье. Геноцид русского народа. Но этот представитель известной организации так мне ничего не ответил. Я сейчас хочу задать тот же вопрос присутствующим, безусловно, здесь представителям ФСБ, наших силовых структур. Вы представьте сегодня себе ту ситуацию, которая сложилась в стране. Вот только недавно, выступая премьер, Путин заявил о том, что мы сейчас находимся под угрозой различных козней со стороны США. Президент заявляет о том, что нам надо укреплять обороноспособность, поскольку есть вероятность внешнего вторжения. Начальник Генерального штаба заявляет о том, что возможно Третья мировая война. И в то же время за решетку отправляет лучших военно-начальников. Аса спецназа Владимира Васильевича Ковачкова, орденоносца, который провел массу операций именно, так сказать, по своему воинскому долгу и способен еще на большее. Следом отправляет за решетку полковника Хабарова, бывшего коменданта Саланга, человека с высочайшим воинским опытом. Как это расценивать? Каким образом? Если дальше так будет продолжаться вкупе с тем состоянием вооруженных сил, которые сейчас имеют место, то мы останемся вообще безоружны перед угрозой в нефтеуторжении, перед угрозой внутренних беспорядков, которые здесь могут инициировать, о которых сейчас говорится, как обораживая чумия. Почему силовые структуры, борясь с так называемым экстремизмом, не видят экстремизма, исходящего из Кремля? Почему силовые структуры не защищают народ, которым они присягали? Вы кому служите? Власти или народу? И если интересы власти расходятся с интересами народа, чьи интересы вы должны защищать? Если этого нет, что тогда остается народу? Наверное, то, что изложено во всеобщей декларации прав человека, где написано, что правительство не имеет права наводить народ до такого состояния, когда он вынужден прибегнуть к крайней мере защиты от тирании, угнетения, национального восстания. Кому нужно это такое состояние? Кому нужно толкать народ на кровопролитие? Я обращаюсь еще раз к сотрудникам силовых структур, здесь находящихся. Вы представьте себе ту ситуацию, которая складывается, и подумайте хотя бы о своем будущем. Пусть у вас хотя бы сработает институт сохранения. Никого не минует эта чаша. И вас, в том числе, и детей ваших. Подумайте об этом. Все, спасибо. Слава России! Слава России! Слава России! Ну, что я хочу сказать. Я, как и многие из вас, был рожден в великой стране. Я воспитан в этой стране, неважно, как она называлась в свое время, Великая Россия или Советский Союз. Сейчас, сейчас произошло, 20 лет назад произошло страшное событие. Эта великая страна была развалена. И сейчас, сейчас у власти, к власти пришла клика успешливых моногеров, у которых в голове только две извилины. Выгодно и невыгодно. Такие люди разваливают, разваливают нашу страну. И в Твери, в Твери, мы это прекрасно понимаем. Я именно поэтому приехал вот сюда сегодня. Слава России! Свободу полковнику Квачкову! Свободу полковнику Квачкову! Это еще не все. Я просто хотел бы, хотел бы обрисовать ситуацию, которая сейчас происходит в Твери. Не только в Твери, а вообще в нашей стране. Конкретно в медицине. Сейчас вот эти успешливые моногеры с двумя извилинами пытаются развалить, развалить бесплатную медицину, которая положена каждому из нас по Конституции. И превратить ее вот, вот в такую вот. Плакатик вот там висит, видите? За бабло-то излечись. Бабла нету. Иди гуляй, умирай. И конкретно, конкретно ситуация произошла в седьмой городской больнице города Твери. Ее просто-напросто организационно разваливают. Первое, с чего они начали, уничтожили организационно-структурно приемное отделение, приемный покой. В результате, 1 декабря, туда поступила больная, поступила больная, ей никто не оказал медицинской помощи, даже элементарной первой медицинской помощи не оказал. В результате, умерла русская женщина. Ситуация вот такая вот, Твери. Мы это прекрасно понимаем, прекрасно понимаем. И не можем находиться в стороне, в такой ситуации. Страну доводят, доводят успешливые манагеры. Повсюду и везде. И я бы хотел... Хотел еще раз. Это наша страна! Это наша страна! Свободу полковнику Квачкову! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Добрый день. Я приехал сюда для того, чтобы отдать дань уважения полковнику Квачкову. Для того, чтобы отдать дань уважения Надежде Михайловне Квачкову, которая поддерживает своего мужа и является, наверное, на сегодня эталоном русской женщины. Хотелось бы пожелать Владимиру Васильевичу многие лета. На сегодня он является моральным критерием русского человека. На сегодня вокруг дела Владимира Васильевича создан информационный вакуум. Опустили занавес секретности. А в чем же заключается секретность, интересно? В послужном списке Владимира Васильевича вы боитесь рассказать русскому народу, что полковник Квачков всю свою жизнь защищал русских людей? Вы боитесь рассказать, что полковник Квачков участвовал в контррористической операции в Чечне? Именно им спланированные операции ему уничтожили одного из видных деятелей террористического движения Басаева. Вы это нам боитесь рассказать? Хотелось бы через надежду Михайловну выразить Владимиру Васильевичу свое уважение, свое восхищение и передать ему слова признательности за то, что у моих детей на сегодняшний день благодаря Владимиру Васильевичу, благодаря полковнику Хабарову, есть идеалы. Не те, которые молодому поколению сейчас пытаются подсунуть власть в лице тех, кто приходил на Болотную площадь. Нет. Сегодня настоящие идеалы русских детей находятся в заключении. Спасибо большое Владимиру Васильевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Бог помочь, братья и сестры. Покурник Бачков совершенно вправ, что в России проводится политика геноцида русского народа. И причем нас угнетают, убивают, одурачивают со всех сторон. Но мы решим все проблемы, любые проблемы мы решим, если мы начнем бороться. Вот я с Рязани я приехал. У нас многие деревни вымерли, многие скоро вымрут, полезом растут березами. Причина-то вот в чем. И то же самое в Московской области. На все рынки крестьян торговать мясом не пускают. Скупщик берет у них по 10 тысяч за гроши, продает за 15. Но крестьянину невыгодно выращивать вот эту скотину за такие гроши. Сейчас зарплата в колхозе 4 тысячи рублей. Это вообще позор. Потом есть и другие проблемы. Вот нас на улицах убивают и защититься мы ничем не можем. Вот полковника Буданова убили, в него стреляли из пистолета. Что он мог сделать? Ну ничего. Так же будут любого нас убивать. И все же вот мы с вами здесь присутствующие, мы же боимся бандитов, правильно? Они придут в подъезд застрять любого и все. Что мы сделаем? Поэтому надо добиваться нам от власти нормальных условий жизней. Нормальный народ должен бороться за свои права. Вот не должен он подыхать молча, должен бороться. Ну ребята, давайте с тобой носить травматику, ножи. Ваша мать растела, кормила и вы позволяете себя убить. Давайте будем давать отпор. И каждый русский мужик должен купить охотничье ружье. Мужчина должен быть воином, не должен быть он тряпкой. Если власть нам не даст право торговать на рынках, то народ наш весь вымрет. Поэтому мы возьмем ружья, придем на рынки мирно, мирно, ну с ружьями и попросим нам выделить торговые места и нам не откажут. Поэтому как бы нас не угнетали, если мы будем бороться, если мы будем собираться здесь каждую субботу все вместе решать проблемы русского народа, мы все проблемы решим, все до одной, никто не устоит. Благодарю вас, что вы приходите поддерживаете полковника Квачкова и вообще борьбу русского народа за свои права. Я верю, что если мы будем бороться, мы все проблемы решим. В первую очередь хотелось бы выразить огромную благодарность Надежде Михайловне Квачкова, Надежде Михайловне, например, русским женщинам, Ницкий вам поклон. А также я бы хотел выразить, конечно, и буду всегда молиться за Владимира Васильевича Квачкова. По долгу своей общественной деятельности я езжу везде по Воронежской области. То есть мы охраняем археологические объекты, перезахораниваем солдат. То, что я вижу сейчас, то, что на самом деле происходит, то, что вымирает. Я в этом году я похоронил одноклассников. Умирает мои одноклассники. У меня младший братишка, он уже охоронит своих одноклассников. от того села, которое где-то когда-то процветало, было полторы тысячи, сейчас осталось от силы человек 350. Вот я хотел бы обратиться именно к тем правоохранительным органам, которые именно в душе, может, где-то у них хоть чуть-чуть осталось где-то свет, который загорится. Не надо верить моим словам. Вы возьмите, сядьте, проедьте на машине, вы посмотрите, что сделала нынешняя власть вот именно с этими селами. Посмотрите, что там происходит. Ну, если вы не хотите, чтобы вас поставили на одну очередь вместе с этими чубайсами, путинами и со всеми этими продажными тварями, которые, я не знаю, я вот в Москву приехал, мне рассказывали, вы посмотрите на бровики, вот там живут коммунисты, некоторые у которых дворцы, это что это такое? Вот когда вы будете решать выполнять свой гражданский долг, чтобы вас потом не ликвидировали вместе с этими паскудами, которые там засели в Кремле. Это ужасно. Особо я хотел бы обратиться к казакам в воинам православия. Не может зверь быть символом власти в России, в России православной. Не может. так же, как и пастырь наш не может быть пораженный жаждой власти и денег. Не может этого быть. Думайте, братья православные, что это такое? Вы вспомните, что говорила наша заступница Матрена Московская. Доживем мы до того времени, когда придет, когда у вас будет выбирать между Христом и Хребом. Я свой выбор сделал. Мой вечный православный царь Иисус Христос, который говорил, что побеждающую я дам рядом сесть на трон свой. Благодарю и низкий поклон вам. Мне уже скоро 81 год, поэтому мне помогают. Вы знаете, я давно-предавно знаком с Владимиром Васильевичем. Я живу в Измайлове в Прображенском округе избирательном. И когда выдвинули Владимира Васильевича кандидатом в Думу, в Ту, я не помню, уже какой это год был, вот тогда я нашел свой путь к нему. И вот этот я портрет его ношу уже много-много лет. Я тогда против него выставили полковника не помню. Шаврина. А? Шаврина. настоящему полковнику, полковнику Квачкову вы в подметки не годитесь. Вот так вот. И когда произошли вот эти все выводы, мы собирались и подводили итоги, тогда мои слова прочитала одна женщина Татьяна Леонидовна Миронова. Миронова, да. Вот. А слова были такие. Вам не дали героя России, но вы трижды народный герой. Позови нас Владимир Васильевич и мы дружно пойдем за тобой. Позови тех, кто дрался рядом с тобой в Афгане. Позови тех, кто дрался рядом с тобой в Чечне. Позови всех обманутых нынешней властью, всех распятых на русском кресте. Хватит пришлом над Русью глумиться. Хватит пришлом ее унижать. Хватит пришлом богатства России по бездонным карманам пихать. Позови нас Владимир Васильевич на священный, на праведный бой. Позови нас Владимир Васильевич и мы дружно пойдем за тобой. Я был почти на всех заседаниях суда, когда Пантелеев это похоже действительно на какой-то да, выгоняло их и выгнало однажды меня суда. Я даже не знаю почему и оказался в комнате вместе с Владимир Васильевичем и с капитанами этими, которых она выгоняла Пантеры это Пантеры да, Пантелеева Пантера и мы беседовали с ним на эту тему. Я писал Владимиру Васильевичу мы поддерживаем связи я стараюсь поддержать дух его но нас сегодня мало и мало потому что ни в одном заявлении по радио нигде не говорилось о том что будет такой митинг говорят про митинги там 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 а кто там на этом самом собирается Ксюша будет выступать в защиту нас русских это не буду говорить вы все знаете кто это поэтому нас должно быть значительно больше в тысячу раз больше спасибо сейчас очень много говорят о митинге который проходит там где-то у Сахарова проходит в принципе понимаете когда люди выступают против несправедливости это неплохо но есть одно но я посмотрел на руководителей митинга кто руководил руководят Немцов и Шендерович и с другой стороны тоже Немцов и Шендерович то есть куда ни повернее а вокруг только Немцов да Шендерович ну это как наверное уже немножко мы от всего этого устали тем не менее я считаю что сейчас у нас сложилась в общем-то такая ситуация когда русское национальное движение может прийти к власти но что для этого нужно для этого нужно первое объединение всех русских национальных организаций ведь мы уже имели опыт дореволюционный когда союз русского народа тот же выделился союз Михаила Архангела тот же еще кто-то выделился то есть вот все эти внутренние распри их нужно забыть нужно создать единый мощный фронт национальный который бы пошел на выборы не знаю на эти там на следующие когда они будут сейчас трудно что-то предгадать но я имею ввиду когда наконец-то наступит настоящий выбор и говорят что мы ничего мол не наберем на этих выборах ну так нас же не допустили участвовать пусть допустят и все увидят сколько мы наберем тогда я-то же знаю настроение второй момент что необходимо сделать второй момент это нужно вести очень серьезную работу в том числе с молодежью нужно брать новые идеи нужно опережать и вот когда мы будем опережать наших противников тогда наши идеи станут самыми востребованными везде куда бы ни приходили наши люди мы должны создавать свой блок свои блоки во всех сферах в литературе в кинематографии и везде пробиваться и не надо нам все время жаловаться уж там не дают там не дают никто ничего не даст нужно забирать поэтому я и хочу сказать мне все-таки очень приятно что сейчас как мне представляется очень сильно возрождается русское самосознание я верю в то что Русь наша поднимется и наши люди не будут задаваться вопросом почему у нас нет своей Марин Лопен да есть мы просто не знаем вот пожалуйста тот же самый Квачков разве это не национальный лидер в заключении хочу всем сказать спасибо что вы пришли и слава России я простой русский человек мысли русскими категориями русскими истинами которые внушены мне с детства сказками русских писателей русских поэтов я хочу сказать о том что душа каждого русского человека сегодня в огромной боли и в огромной печали возвращаясь к выступлению отца Афанасия который сказал нам что нынешняя власть готова пойти на все для того чтобы вверх страну в хаос Путин понимает прекрасно что власть под ним уже не то чтобы качнулась а уже рушится я представляю как он сейчас сидит там пьет чаек своей бандитской такой выбороченной наружу ипостаси он с большим пренебрежением относится к русскому народу и всячески это показывает он хочет возродить в нас страх этот бессовестный и наглый человек я хотел бы сказать несколько слов о том как нас оболванивает как нас одурачивает вот мимо поток автомобилей за последние пять лет в России полностью поменялся автомобильный парк полностью поменялся автомобильный парк в России что это значит это значит что если бы мы не допускали воровства в России Мы бы все летали на самолетах Сколько денег выводится за границу Но Только в один властный человек Можно сказать А я вот 100 миллиардов дам на дорогу А я вот 100 миллиардов дам на нищету И вот 1000 миллиардов отдам мировому правительству Для того, чтобы там жилось людям Благоприятно И потом куда я могу выехать Вот Но страх побеждать этих людей Следующее Я хотел бы низко поклониться Владимиру Васильевичу Кубачкову Который сидит за нас за всех Низко поклониться его супруге Настоящей русской женщине Вот Он страдает только лишь за то Что имеет умные четкие мысли Это самый опасный человек Для сегодняшнего режима Сколько у нас отстреляли генералов ГРУ Илюхина И всех тех Кого вы знаете Лучших людей России Доброго Вот Мое мнение Состоит в том Что нам надо Не только объединяться Нам надо предпринимать решительные меры Потому что Дальше так жить невозможно Я хотел бы обратиться к Путину Который считает меня за ничтожество Что такое в деревне Получать Родителю Не имеющую никакой заработной платы У которого ребенок на руках 206 рублей в месяц Материальная помощь 206 рублей в месяц Это надо доехать только От деревни до районного центра Вернуться назад на автобусе Я хотел бы сказать этому Мальчишечке Который когда-то стоял В школьном Строю С пионерским галстуком Если бы директор школы Которого учился Путин Если бы он знал Что из Путина получится такая нечисть Что бы он сделал тогда В то время Скажите мне пожалуйста Если сравнить Военный потенциал Разума Владимира Васильевича И нынешнего президента Хоть одна военная мысль Есть у нашего президента на сегодня Попробуйте Попросите его Что он замотал портянку на ноге Он ее не сможет замотать Он был дворником во время судейства Попросите его сейчас убрать эту площадь Он с этой задачей не справится А он руководит такой огромной страной Он организовывает образование Медицину и прочее И мы ему доверили Такое огромное государство Без опыта Без каких-либо Теоретических и прочих знаний Это не мы доверили Да, это не мы Надо эту власть менять Но Я хочу попросить Чтобы мы обошлись Без гражданской войны Которую нам сейчас хотят внушить Внушить только лишь потому Что им нужно военное положение Им нужно, чтобы мы были в страхе Русских людей с русскими Не надо стравливать Хватит нам Братоубийственных войн Свободу полковнику Квачкову Свободу полковнику Квачкову Наша Россия велика И то, что нам говорят о ней Что она немощна Слаба И русские люди Не способны На великие открытия Великие дела Это наглая ложь Но нас к этому Стараются приучить Те, кто хочет Воспользоваться ее богатствами Те, кто хотят Уничтожить наш русский народ Поскольку он не вписался В рамки их истории Мы имеем Свидетельство О высказывании Маргарет Тэтчер О том, что для России Достаточно проживания 15 миллионов человек И в том числе Не только русских То есть всех На территории России Ну что ж Мы находчивый народ И ее теория Нас в принципе устраивает Поскольку по этой теории Для Англии достаточно 5 миллионов А для Соединенных Штатов 30 Так, как говорится С нашего снисхождения Но тем не менее Им нужны наши богатства И вот это вот они Скрывают А наши халуи здесь Спешат Исполнить Все их устремления На завладение Этими богатствами Наш полковник Владимир Васильевич Квачков Наряду с другими Решил положить Конец уничтожению Русского народа И те Иуды Которые служат Тем потребителям Они хотят Чтобы он Сгноился в тюрьме Не бывать этому Те, кто сейчас Его гноят Они за это Ответят Самым серьезным И Самым Бесповоротным Образом То есть Если сейчас Можно что-то исправить Можно им исправить С этим гноителем То пройдет время Исправление уже Им будет невозможно Поэтому Мы сейчас Вот мирно Разговариваем А дальше уже По милости Божией Все будет решаться И поскольку У нас вера большая Вера во Христа Поскольку у нас Любовь к России Никогда не исчезнет То победа За нами И за Владимиру Васильевичем Квачковым Настоящее И будущее Свободу Владимиру Васильевичу Квачкову Свободу Слава Русскому народу Слава Русскому Народу Слава Русскому Народу Слава Васильеву Я хочу сказать Спасибо Нашим Женщинам Они Многие Идут впереди нас. Они молятся и делают. А многие офицеры, простите за дальнейшую резкость, зная и видя, что сейчас происходит, нас ссали в штаны. Так вот я хочу обратиться больше не к тем, кто здесь присутствует, а тем, кто потом будет смотреть вот эти видеозаписи. Господа, в кавычках пока, офицеры, поменяйте штанишки и вставайте в строй. Кто будет за Россию воевать? Женщины наши, они уже воюют. Вам не стыдно? Я вам говорю, под кроватью добьют вас. С бесами не шутят. Они будут бить нас до конца. Найдут и добьют. Бойтесь и трепещите языцы, яко с нами Бог. Мы русские, с нами Бог. Нас победить невозможно. Спасибо. Ну вот, заканчиваем наше сегодняшнее собрание, митинг. Спасибо всем, кто приехал с Дальнего Востока, с Юга России, с Севера, с Запада. принесите своим братьям те простые истины, о которых говорили сегодня люди. Первое. Русским детям русское государство. Второе. Русский в русского. Не стреляй. Мы видим, что боль есть в каждом слове Надежды Михайловны Квачковой. Боль есть в каждом слове всех русских людей, которые сюда собрались. И мы видим, что даже уже не по международным нормам, а просто довели русский народ до восстания. Вот это нечисть, которую нельзя называть властью. Потому что власть, она от Бога. Так вот, сегодня возьмите этот огонь, который в зимний морозный день сюда привезли наши русские люди. Раздайте всем своим знакомым, друзьям, как сказали наши вот враги, или может быть даже не враги, а те, кто смотрели на нас с удивлением Бисмарк, что русских нельзя разделить. Они как ртуть собираются. Русские даже не ртуть. Русские это живая ртуть. Русские это люди, которые живут русским духом и на этом строят свое государство, которого у нас пока нет. Но служение государству это высшая цель русского человека. А если его нет, то служение созданию этому государству вот кому служит Владимир Васильевич Ковачков, вот кому должен служить каждый человек в погонах, вот кому должен служить каждый русский человек. Не своим приказчиком и указчиком с бесовскими там фамилиями и с бесовскими намерениями, а только служение русскому государству дает ему право и честь называться русским офицером, русским человеком. Принесите это во все концы нашей страны. Скажите, что скоро русская весна и когда оно настанет, есть два правила. Русским детям русское государство, может, нам нужно. И русский в русского не стреляй! С Богом! Спасибо! Музыка, бюджет, бюджет, бюджет. Спасибо!